Мэг, ты, наверное, видел кучу видео, где Кадыров старше в 90-е, можно сказать, обличает сегодняшнего Кадырова. Конечно, я постоянно смотрю на досуги эти ролики. Я говорю вам, не ищите, забудьте эту тему. У чеченцев уже все давно нет вот этой вот клановости, тейпового какого-то, тейповой дискриминации, какого-то единомышления из-за того, что ты представитель одного тейпа. Нет этого уже давно. Все, мы уже переросли это. Если Ахмад Акадыров убил Кремль, зачем после него назначили Рамзана, ведь ему намного больше позволяется, чем отцу даже личную армию иметь. Личную армию иметь ему отцу было позволено. У него тоже они были. Они ведь тогда вообще появились. И сам термин «кадыровцы», и это знаменитое СБ, это все при Кадырове-старшем появилось. Кадыров влач, он просто продолжитель, продолжатель. Короче, продолжает эту тему. Он ничего нового не вел после своего отца. Вот ровно все то, что было при его отце, он это просто продолжает. Ас-саляму алейкум. Тренд на извинения онлайн. Кто-нибудь практикует, кроме защитника ислама? Алейкум ас-салям. Слушай, ну, по-моему, от него этот тренд очень многие переняли. И в средней полосе России, да и не только, даже в Украине мы видели такие моменты. Так что, в целом, это практикуется, наверное, во многих местах. Сан. Происхождение из одного тейпа с Кадыровым дает этим людям какое-то преимущество. Или они, так же, как и другие, могут попасть под репрессии? Конечно, могут и попадают. Не дает это никакого... Если он из его тейпа и при этом его единомышленник, то да, конечно, у него, у Кадырова будет к нему более такое лояльное отношение, так скажем. Но если это не его единомышленник, а более того, если он еще его противник, то примеров, когда он жестко обращался, расправлялся со своими противниками из числа своего же тейпа, это немало. Те же Ямадаевы были из тейпа Бену, и они тоже были из его тейпа. Так что нет, конечно. Я же говорю вам, не ищите, забудьте эту тему. У чеченцев уже все давно нет вот этой вот клановости, тейпового какого-то, тейповой дискриминации, какого-то единомышления из-за того, что ты представитель одного тейпа. Нет этого уже давно. Все, мы уже переросли этот этап. Скажи сам. Попрошу побольше уважения к академику, ученому, мастеру спорта по боксу и просто хорошему человеку. Мастер спорта, кстати, по боксу, если бы не поражение Майка Тайсона, после чего Кадыров решил оставить бокс, по его свидетельству, то, наверное, он сейчас был бы чемпионом по всевозможным организациям. Я думаю, он даже скинул бы вес и победил бы непобедимого Майуэзера. Затем, наоборот, нагнал бы вес и победил бы этих тяжеловесов, там, Усика, Кличко и прочих. Но вот Тайсон ему обломал эту карьеру. Очень сильно был огорчен поражением Тайсона Кадыров, что решил завязать с боксом. Ой, из-за этого мы сегодня не знаем вот эту звезду бокса. Но зато мы его знаем с другой стороны, в принципе, тоже нормально. Ах, лукавый, говорит. Значит, чеченцы не убивали русских и 300 тысяч не были выгнаны из своих домов? Нет, князь Милосердный не были, никто из своих домов выгнан не был, и чеченцы не убивали, как ты говоришь, русских, кроме тех русских, которые с оружием в руках в составе российской армии пришли на нашу землю нас убивать. Да, вот этих, конечно, и русских, и хантов, и манцев, и якутов, и алтайцев, и татаров, и башкиров, и всех, кто был в этой российской армии, у нас их убивали, с ними воевали, сражались. Таких русских, да, может быть, убивали. А вот мирных жителей наших городов, наших сел никто не убивал. За исключением каких-то, может быть, бандитских моментов, которых было полно и в самой России, это все-таки были 90-е, как вы помните, лихие 90-е. Но так, чтобы у нас власть геноцидила русских или нерусских людей, такого не было. Наоборот, на тот момент Дудаев даже издал указ об отдельном, то есть именно русских людей упомянул их, чтобы этот слой населения был защищен. Дудаев такой указ даже издавал, учитывая, что чеченцы имеют все-таки очень тесную родственную связь, родственные связи, и у нас нельзя просто так человека убить и остаться безнаказанным. Но раньше нельзя было. Сейчас-то, понятно, представители российской власти у нас, конечно, безнаказанно убивают сейчас чеченцев, но раньше так нельзя было. За любого убитого чеченца сразу же вставал его рот, это была кровная месть. И вот этот промежуток, когда был бандитизм, развал, перестройка, и тогда именно русское население оказалось под угрозой, так как у них не было вот этих родственных связей, кровной мести, и они были для бандитов, они были более легкой такой добычей, мишенью. И Дудаев тогда издал указ, чтобы именно этот слой населения был защищен отдельно. Российское правительство говорит о геноциде русских в Чечне, чтобы скрыть огромное количество русских, которых они убили во время штурма Грозного. Здесь самое интересное, что российское правительство это не говорит. То есть это не официальная позиция даже российского правительства. Все, кто это говорят, это какие-то сомнительные каналы, может быть, в YouTube, какие-то там на каких-то сайтах, комментарии максимум. Официально такого заявления от российского правительства тоже нет. Согласен ли ты с критикой Хабиба против российского СМИ о предвзятом отношении к дагестанцам? А я не слышал его критику, но если высказано мнение такое, то я согласен. Я ведь часто вижу, как мы все с вами часто видим, как дагестанцы, которые стабильно привозят золотые медали из любых Олимпиад, вообще не было, по-моему, еще ни разу такой Олимпиады, откуда дагестанцы не привезли бы золотые медали. Стабильно они привозят. И когда они привозят эти золотые медали, их там называют россиянами. Россиянин завоевал золотую медаль, россиянин и так далее. Когда же они, какой-нибудь представитель из Дагестана совершает что-то плохое, то никто не говорит, что вот россиянин в метро избил другого россиянина. Нет, там все, дагестанцы, представители Дагестана, представители Кавказа. Конечно, это неправильно. Но это забавно. А ты считаешь, что норм толпой на одного вообще, Максим Луканин? Не считаю я это нормой. Но я считаю неправильно в одном случае называть их россиянами, а в другом случае называть их дагестанцами. Это неправильно. Мне кажется, если они там россияне, пусть они и здесь будут россиянами, а если они здесь дагестанцы, то пусть они и там будут дагестанцами. Было бы справедливо. В Россиюшки вводят QR-коды. Как там с этим в Швеции? Ну, в Швеции нулевая смертность по ковиду, причем уже давно. Так что здесь и не было никаких QR-кодов, не было вообще никаких проблем с этим. Самое максимальное ограничение, которое здесь было, это собираться в одном помещении больше 50 нельзя было. Это вот максимум. Даже маски не были обязательными. Поэтому тут у нас, в общем, очень лайтовая такая тема. Субтитры создавал DimaTorzok